И тут обычно после сороковой дороги движение немножко-немножко интенсифицируется. И как вы видите, я попал в зеленую институт улицу. Вот тут, правда, желтый, но мы его похерим. Проедем практически на красный. Все страшно. Гаи нету поблизости. Видите, обычно вот за этим поворотом могут ловить, стоять. Потому что тут стоит 50, но 50 никто не едет. Все едут 70. И очень они не успевают вот здесь бросить скорость. И если вот тут машина стоит, то она стоит и штрафует. Но в последнее время я в этом году даже, наверное, вообще не видел ни разу. Сейчас я буду выезжать на 20-ю автодорогу. Она тоже, в общем, такая значимая. Пересекает, опять же, весь Монреан. И ведет Бибек. Но она пожиже, чем сороковая. Ну вот сбоку-справа служебная дорога. По ней скорость 50. Ну а здесь по 20-ке, так называемой, можно пилить 120. Риск до квапланажа. Вот, это такая интересная штука, что когда очень много на дороге воды, то машина может планировать по этой воде. Это называется по-французски аквапланаж. Так, автобус. Вот автобус может, конечно, объехать, потому что он там начнет останавливаться перед тобой. Ну вот, опять же, тут у нас взорвали, так, по-божески. Там опять тянет дорогу или что там, я не знаю. Так, ты поворачиваешь, конечно, но пока погоди. Большая фура после меня. Я сейчас буду приезжать уже к бульвару Бушар, на котором практически стоит наш дом. Так, это тут чего? Задумал. Хотите. Ну все, протиснулись. И вот, пожалуйста, бульвар Бушар. Вот, что вы видите, моя, так сказать, ботчина прожита здесь больше 20 лет и проработана 15 примерно. Вот тут у нас пожарная команда справа. Слева была швейцарская фирма «Новаптис», которая ушла из Дерваля. Был хороший спонсор концертов. Вот я практически уже у дома. Он слева, но здесь нельзя поворачивать. Только можно выезжать по этой улице. Справа вы видите мою работу. Белл Мобилити. А слева поворот. А мне домой. Когда я начал работать и работал, лет пять проработал в Белл, вот на месте этих домов был пустырь. Какие-то руины бывшего завода, где мы играли с косвета еще в обминтон в 2008 году примерно. Потом, начиная с 2010 примерно года, стали достраивать. Вот это здание, что прямо перед нами бывшая фармацевтическая какая-то компания, производила мази здесь. И они переделали это все в лофты, в кондоминиумы. Довольно комфортабельное жилье. Там внутренний двор есть, четырехугольник такой получился. Ну вот, а вот тут наш дом. Прямо передо мной спортзал. Сейчас въеду в гараж. Так что, в принципе, нам этот дождь сегодняшний... Пофигу веники, что он был, что он не было его. Я объезжаю. Мышина, конечно, мокрая, но это хорошо, она помылась. А я сухой. И никуда не выходил вообще ни разу. Так что, вот моя деревня, вот мой гараж родной. КОНЕЦ